Долгие годы жители ряда районов Приоралья испытывали трудности, связанные с обеспечением питьевой водой. Сейчас этот вопрос под личным контролем руководителя страны. В Каркапакстан были мобилизованы все необходимые силы и средства ряда профильных структур, которые на протяжении более двух месяцев создавали новые водяные источники. В приоритете самые отдаленные населенные пункты. Уже пробурено порядка 400 скважин. Решен тем самым и процесс орошения сельхозугодий. Работа в данном направлении будет продолжена. Тахтакупыр, Муйнак, Бозатоу, Караузяк. Долгие десятилетия в Каракалпахстане это были самые проблемные районы в плане нехватки питьевой воды. Решить вопрос окончательно поручил президент Шавкат Мерзиёев. Для реализации этих целей в сентябре этого года со всех концов Узбекистана в Приоралье были мобилизованы десятки и десятки единиц буровых машин. Крупнейший проект воплощался в жизнь с участием специалистов МЧС, Министерства обороны, Госкомгеологии и других структур. Беспрецедентная мобилизация людских и технических ресурсов позволила провести колоссальную работу по обеспечению людей питьевой водой. В приоритете были самые отдаленные населенные пункты. Сейчас мы едем в поселок Мадонят на открытие очередных водяных скважин. Это местечко расположено на самой окраине Караузякского района, примерно в 30 километрах от райцентра. Надо сказать, что нехватка питьевой воды в этих краях долгие годы была острой проблемой. И вот, наконец, вопрос решен принципиально. Благодаря этим скважинам население будет обеспечено чистой питьевой водой, а также посредством этих водяных источников будут орошаться пастбища. В поселке Мадонят было пробурено сразу несколько водяных источников. И, как оказалось, живительная влага здесь непростая. Температура этой воды плюс 50 градусов. И, как выяснилось, она насыщена минералами. Теперь местные шутя называют свое село Карловыми Варами. Кстати, умение радоваться простым вещам – отличительная особенность мадонятцев. Проблема с водой в нашем селе была всегда, и это усложняло наш быт. Но теперь это все в прошлом. Пробурены новые артезианские скважины. Вода пришла. Причем эта живительная влага хороша как для питья, так и для орошения. Хочется поблагодарить президента за то, что стали решаться насущные проблемы, с которыми мы жили десятилетиями. А это уже окраина Тахтакупырского района. В этой обновленной общеобразовательной школе не хватало воды. Точнее, ее не было в принципе. Для простых нужд влагу привозили из райцентра на водовозах. Буквально на днях здесь пробурили скважину и установили мотор. Воды теперь в изобилии. Так, питьевая вода в большом количестве пришла и на окраины Муйнака и Бузатоу. Все эти источники теперь будут служить во благо сельчан. Благодаря изобилию влаги появятся новые сельхозугодия, пастбище. Соответственно, это локомотивом потащит за собой целые отрасли сельского хозяйства. Кстати, программа по обеспечению водой региона потребовала серьезных государственных ресурсов. К примеру, бурение одной вот такой скважины обходится госбюджету до 500 миллионов сумм. Таких водяных источников за эти два с лишним месяца в Приоралье было создано около 400. Итак, задача выполнена в полном объеме. Группам поручено сворачиваться для отправки домой. Отметим, что весь этот процесс координировался Министерством по чрезвычайным ситуациям. Редактор субтитров А.Семкин